Осень – традиционное время лишний раз доглянуть в почтовый ящик или проверить уведомления в личном кабинете. Налог на имущество физических лиц – транспортный и земельный. За 2023 год необходимо оплатить не позднее 2 декабря. Сделать это можно на почте России через мобильные приложения банков, используя QR-код налогового уведомления, а также онлайн через интернет-сервис Федеральной налоговой службы. В этом году налоговые уведомления не направляются по почте в следующих случаях. При наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога. При согласии налогоплательщика получать уведомления на госуслугах при наличии переплаты в сумме большей, чем суммы начислений. Если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 300 рублей. Плательщиками имущественных налогов признаются собственники, независимо от возраста. Если имуществом владеют несовершеннолетние, то обязанность по уплате налогов возлагается на их законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В налоговой службе пояснили, что за период 2023 года расширены льготные категории налогоплательщиков. От уплаты налога на имущество освобождены лица, принимающие или принимавшие участие в СВО и члены их семей. К членам семей участников СВО относятся супруг или супруга, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения этого возраста, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения, и лица, находящиеся на иждивении. Данная льгота действует в отношении одного объекта налогообложения каждого вида – квартиры, дома, гаража. Заявлять о такой льготе не нужно. Сведения будут переданы в налоговые органы в рамках межведомственного взаимодействия. Ксения Цапко, Илья Питков, Будни.